Хабаровский процесс, исторические уроки и современные вызовы. Двухдневный научно-практический форум собрал в крупнейшем городе Дальнего Востока более тысячи человек, ведущих историков, юристов, общественников из России, а также делегатов из таких стран, как Китай, Индия и Республика Кореи. Уважаемые коллеги, приветствую участников пленарного заседания Международного научно-практического форума. Форум приурочили к окончанию Второй мировой войны и памяти всех, кто погиб от действий милитаристской Японии. Разработка смертельного бактериологического оружия велась ими еще с 1940 года. Жертвами бесчеловечных опытов военнослужащих японской квантунской армии стали десятки тысяч мирных граждан разных национальностей. Приветствие участникам и гостям форума направил президент Владимир Путин, подчеркнув, что необходимо помнить о страшных страницах истории и сделать все, чтобы никогда не допустить повторения. В процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 1949 году, так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности. Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей Конвенции ООН 1972 года. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Хабаровский процесс состоялся в декабре 1949 года. Это был суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, которых обвинили в создании и применении бактериологического оружия. Именно в ходе того исторического процесса мир узнал о планах готовящейся бактериологической войны. Осуществить этот страшный план помешало стремительное наступление Красной армии в августе 1945 года. Как отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, признание Токио итогов Второй мировой было бы исторически справедливым. Разумеется, у России нет ни территориальных, ни каких бы то ни было иных претензий к японскому государству. С высоты сегодняшнего дня мы склонны утверждать, что ответственной за совершение военных преступлений является индивидуальной личной виной того, кто отдает или исполняет преступные приказы. Вместе с тем, конечно, было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Несмотря на подписанные Японией международные документы о неприменении бактериологического оружия, с начала 40-х годов в стране восходящего солнца велась его разработка. Десятки тысяч китайцев, корейцев, монголов стали жертвами этих испытаний. Для этого в Японии были созданы два сверхсекретных отряда Квантунской армии – 731 и 100. Преступления против человечности не имеют срока давности, и мы должны вспомнить об этом. Поэтому я хочу выразить надежду, что материалы эти властинки лягут в основу новых научных работ наших историков, лягут в основу новых образовательных методических пособий программ для наших школьников не только на Дальнем Востоке, но и для всей нашей страны, в том числе за рубежом. В прошлом году по заданию и по заказу Министерства науки и высшего образования Псковский государственный университет разработал специальный учебный модуль. Учебное пособие и специальный учебный модуль без срока давности о преступлениях нацистских преступников. В этом году мы хотим дополнить этот учебный модуль материалами по хабаровскому процессу. И, конечно, интегрировать их в первую очередь в подготовку юристов, историков. На форуме в Хабаровске впервые представили рассекреченные документы, на основании которых была сформирована доказательная база совершенных преступлений. В частности, широкой аудитории впервые представили материалы о расположенном недалеко от Харбина лагере для русских Хугоин. Именно оттуда пленных отправляли в Манчжурию, где секретные японские отряды проводили над заключенными нечеловеческие опыты. Еще есть в архивах документы, которые не введены в научный оборот. Мы покажем материалы Министерства юстиции. Там вся подготовка хабаровского процесса, чего здесь не было. Здесь были вот эти следственные дела, МИДовские. Совершенно замечательно, что они рассекречены. А материалы Министерства юстиции, которые говорят о том, как, кто, что, протоколы заседания комиссии по подготовке хабаровского процесса. Так что, я думаю, у нас есть еще над чем поработать в дальнейшем. Если было бы суждено милитаристской империи осуществить задуманное, скорее всего, всю планету заразили бы десятками смертельных вирусов. А жертв среди гражданского населения было бы в разы больше, чем в Хиросиме и Нагасаки. Служба информации Фонда Истории Отечества.